Всем привет! Меня зовут Вишняков Андрей. И я предлагаю вам работать со мной как с психологом, как с человеком, который помогает решать какие-то внутренние проблемы, проблемы, которые сказываются на контакте с миром, контакте с реальностью, с другими людьми. И как приходить ближе к себе, быть в потоке, быть настоящим, чувствовать осмысленность жизни, реализовывать себя, свои планы. Почему работать именно выгодно со мной, как со специалистом? Ну, в первую очередь, потому что у меня три высших образования. Одно из них я работал юристом, был начальником юроотдела. То есть у меня хорошо работают мозги. То есть логика, я хорошо вижу системы, сценарии, манипуляции внешние, внутренние, установки различные. То есть вот юрфак МГУ плюс там 10 лет практики сильно накачали анализ мною разных ситуаций. И я могу посмотреть, как в внутреннем вашем мире проблемы строятся, как они там формируют собственную логику такую кривую, кривые балансы какие-то, замуты в голове. То есть вот это юридическое образование. Второе у меня два высших психологических образования. Одно это МГППУ Василюка Федора Ефимовича я учился. Понимающая психотерапия такая, Роджеровское, исследование, зеркаление. Это умение слушать, слышать, понимать. То есть хорошее такое полноценное второе высшее образование. Три с половиной года учился с хорошей такой практикой от очень хороших учителей в Москве. И у меня образование университет Хайфы. Учился на арт-терапевта, драма-терапевта, психодрама. То есть такие ролевые методы. Соответственно, еще такой кусочек западного образования. Немножко скорректировал то, как нас учат и как к этому относятся на Западе. Такие современные технологии и более наукообразные. То есть тоже хороший такой экспириенс, хорошее знание. Плюс у меня очень много всяких учебных программ по телесно-ориентированной терапии, кинезиологии, бодинамика, гештальт, бодимайн-гештальт, работы с травмой, травморождение, с парами. Ну то есть кому интересно, у меня там на сайте больше 100 сертификатов. Ну и такой как бы верх моего образования. Я в Лондоне учился на супервизора. То есть я могу супервизировать сам психологов. И супервизировал их. И 8 лет я был преподавателем. Преподавал психодраму, преподавал телесные практики, язык тела для психологов преподавал. То есть у меня очень большой опыт психологов. Но это не основной специфик, почему именно со мной хорошо работать, как со специалистом, если вы действительно не просто от проблем избавляетесь, а вам интересен приход к себе, как без психолога организовывать, не как бы, а просто организовывать свою жизнь, как достигать своих целей и при этом следовать как-то вот здесь сейчас самому себе. Я занимаюсь практикой. Сейчас я вот в Индии нахожусь, в Ришикеши, был на сатсангах Муджи, Йоги, Випассана, вот прохожу, такая 10-дневная тишина, молчание. То есть вот у меня тоже много лет, то есть я в Индии в Ашрам ездил, в Таиланде был, проходил там тоже Випассана, на Панасате. Вот, то есть, соответственно, я очень хорошо как бы понял разницу, где психология заканчивается и где начинается вот такой путь больше медитативный, практик, практик осознанности, да, то есть где мы учимся быть здесь сейчас, да, учимся вот не следовать за вот такими замутами в уме, и не просто мы укрепляем, как в психологии эго, становимся больше так, нарабатываем модели, да, а где мы приходим вот к истинному себе, да, то есть вот контакт с собой настоящим, контакт со Вселенной, да, то есть вот в Индии называется Атман, да, то есть когда мы сливаемся внутри, наше маленькое я сливается с таким большим я, Атман, да, и мы становимся с Вселенной единой целой. Ну, это есть, если взять все религии, их объединяет одно, на все твоя воля Господи, да, то есть мы учимся, вот это они называют эго, ум, личность, тело, да, то есть учатся меньше на них полагаться, а больше полагаться на вот эту отдачу Вселенной, чувствовать пространство, чувствовать поток, как бы здесь сейчас, и здесь хороший стык, вот я нашел хороший стык между психологией, и, ну не знаю, там многие называют это эзотерикой, но не совсем так, да, вот таком пути осознанности, да, пути приходу к себе, медитативному пути, то есть я нашел, что, да, практики хорошо, погружаешься в себя, чувствуешь, замедляешься, но я для себя нашел тот кусок, где тараканы, где сценарии, где какие-то внутренние замуты, вот это эго-ум, слишком сильны, они слишком отвлекают, они основаны на таких травматических ситуациях, на трудностях детства, да, то есть вроде бы и хочется, там как бы следовать, да, потоку, отключать ум, отключать тело, да, больше полагаться на свой голос истинный желание, но все равно, почему-то оказывается, вот эти замуты, они как бы сильнее оказываются, и своя помощь, какого-то проводника, фасилитатора, ну, психолог вот такой, я даже не знаю, как его вот себя назвать, да, то есть я назвал это терапией реальностью, да, то есть я назвал, что лечить как раз вот этим присутствием, да, здесь, сейчас, и свою задачу, вот почему хорошо работать со мной, да, то есть если вы действительно хотите опираться тоже на себя, на свое такое истинное я, то вот благодаря практикам, да, то есть я умею сам внутри себя затихать, ну, не всегда у меня все-таки, я там не просветленный, да, то есть не там ни учитель, ни гуру, да, но как бы у меня вот эта способность, да, замедляться, способность уходить в тишину, способность отключать вот эту свою личность, да, до такой степени, чтобы оставаться здесь сейчас, она помогает клиентам, то есть я это увидел, да, что моя тишина, она как бы якорит, да, клиентов якорит, и здесь из-за того, что я могу быть в этой тишине, я могу помогать за счет своего такого полного присутствия здесь сейчас, да, такого вот ненахождения в таких тоже вот замутых там ума, да, то есть помогаю клиентам тоже внутри себя успокаиваться, замедляться и видеть эти проблемы, которые создает эго, ум, тело, личность, ну, вот память, опыт, какие-то ожидания от будущего, видеть их больше со стороны, видеть их из себя, из истинного я, поэтому я это назвал терапией реальностью, то есть сам метод, да, то есть мы вместе с клиентом находимся вот в реальности, в том смысле мы дышим, чувствуем, не поддаемся тараканам и исследуем вместе, исследуем, как устроен его внутренний мир, какие создают трудности вот это вот тело, ум, память, какие-то семейные установки, системные там на уровне страны, да, то есть и в этом смысле, да, то есть я помогаю вот клиенту находиться в этом присутствии, вот, и как бы внутри, в этого процесса, да, как бы тараканы помогают, да, лучше увидеть, где не я, да, что не является мною, каким бы я не хотел, как бы я себя хотел чувствовать вне этого, да, то есть мы вместе исследуем вот этот внутренний мир, чтобы он не влиял на поток, на настоящее, да, то есть как бы рассматриваем это, как одно из таких, ну, средств, которые помогают, как бы, внутри себя, кто есть все-таки я, да, то есть что я из себя представляю, когда я в контакте с пространством. Поэтому, в отличие от многих других психологов, я опираюсь именно на самую зрелую часть человека, да, не окунаюсь там слишком в детство, да, там заходим. Мы в него заходим, но вот из этой сильной, из самой зрелой позиции, и я исхожу из того, что человек сам может справляться, да, то есть поэтому я чаще предлагаю такие сессии, да, то есть мы встретились, одна, две, несколько сессий встретились, и дальше человек смотрит, он в жизни ориентируется, как я, как у меня тараканы всплывают, как они функционируют, да, то есть как я справляюсь, могу ли я удерживаться, да, то есть поэтому я предлагаю такой вариант, что вот мы сессию сделали, и дальше вы как-то движетесь, смотрите, как оно эффективно, неэффективно, работает, не работает, да, то есть не нужно ко мне вот ходить там каждую неделю, постоянно, да, то есть вот в этом смысле я оказываюсь для вас в такой ситуации, вот сколько вы справляетесь, как вы решаете, да, то есть пока у вас процесс идет, вы внутри развиваетесь, окей, вы двигаетесь, вы ищете, вы внутри к себе прислушиваетесь, вы смотрите, как ваша реакция реагирует мир, как мир реагирует на вас, как люди реагируют, как внутри все процесс разворачивается, да, то есть как внутри ваша мудрость в этом проявляется, уперлись, да, уперлись во что-то, понимаете, что где-то тяжело, где-то уже нужна какая-то помощь, и снова обращаетесь ко мне, я в Москве или где-то в доступе, да, ну плюс я много-много лет работаю уже в интернете, у меня диплом в университете был про применение вот психодраматических техник в интернете еще в далеком 2005 году, да, то есть я уже через интернет консультировал, поэтому я в доступе, да, то есть когда вам нужно, когда не справляетесь, нашли меня, связались, если я где-то там не на Випассане, где-то там не в путешествии, и нет интернета, то мы работаем, да, сдвигаем вас с мертвой точки, дальше как бы двигайтесь. Ну и последнее, что хотел сказать, в чем специфика работы? Я это прошел на себе, я там медитировал, жил в горах, там у меня были проблемы, я их там пытался сначала решить через психологию, у меня, поверьте, у меня много, у меня там полтора года психоанализа было, такого ходил 2-3 раза в неделю, у меня много лет, там больше 3 лет, там личный был психотерапевт, я на многих группах был, на учебных группах, на мужских группах, там в Америке, в Англии, прошел очень много тренингов, у меня много клиентской работы, именно как у психологов, но часть проблем я решал именно с помощью медитации, практик осознанности, жил в горах несколько месяцев, там в одиночестве, много випасам было, поэтому я увидел ценность этого, ценность опоры внутри, я назвал это внутренним целителем, то есть внутри наш есть такой мудрец, такой гуру такой, он называется у индусов садгуру, внутренний мудрец, это наша часть, такая целительная, так же как у собачки, травку там или кошки находят, травку едят, которая им полезна, мы также, наш внутренний целитель, ведет нас туда, куда нам полезно, с людьми знакомят, книжки подсовывают, тренинги, людей каких-то, отношения, где мы растем, развиваемся, то есть где мы, приходим к себе, к истинному я, да, то есть это может быть длинный путь, индусы говорят, может несколько жизней занимать, там, да, в итоге все равно мы приходим к просветлению, да, и в каком-то смысле можно помочь, я вот как специалист могу помочь вам увидеть, почувствовать, услышать, поскольку я общался, вот ну как, обращался к своему внутреннему целителю, научился интуитивно его слышать, знаки, которые он мне посылает, ситуацию анализировать, да, то есть у меня такой, много лет такого экстрасенсорного опыта, да, то есть вот я научился своего целителя слышать, прислушиваться, это такая очень глубокая, мудрая интуиция, да, которая находится в связи с таким контактом с высшей силой, да, и поэтому я вот опираюсь на внутреннего мудреца, целителя именно клиента, что его невербалика, жесты, слова, как ситуация устроена, какие знаки, да, то есть куда он опирается, да, то есть мы ищем, да, и вы учитесь, если вы там мой клиент, вы учитесь слышать себя, прислушиваться, не чтобы психолог там извне вам все там помогал, проходил, а вы учитесь опираться на себя, да, внутри, но поскольку не всегда его люди там слышат, видят, чувствуют, бывают моменты, когда больше в контакте, то я как проводник, фасилитатор, да, то есть я помогаю вот опираться, и соответственно внутри все равно мы идем, да, не просто тараканов лечим, не просто сценария, да, я вижу как таракан и сценария, еще раз повторю, что это такой способ прихода тоже к себе, отбрасывать, да, отбрасывать, что не есть я, да, и идти туда, что является мое вот это вот глубоко сердце, как я живу сердцем, как я живу своим путем, как я чувствую контакт со вселенной, да, то есть как я реализую себя, свои истинные желания, как вот я живу в настоящем, да, в потоке, да, то есть вот, как вот, опираясь на истинное я, да, то есть как я не поддаюсь влиянием вот этого ума, естественно, смотрите, тараканы, какие-то трудности, это самая такая, ну не знаю, эквистистенция, самое сильное такие влияние ума, и они могут показать, да, показать, что не есть я, да, то есть если мы вместе с вами, вы работаете со мной, если мы помогаем вам пройти эти процессы, такие сложные, тяжелые, трудные, то в жизни, да, в жизни оно будет легче, если вы на тяжелом смогли, да, на тяжелом смогли понять, что есть не вы, да, и как возвращаться к себе, то любые жизненные ситуации, с которыми вы будете складываться, которые это ordinary life, да, обычная жизнь, да, в кавычках, вот, но вы в ней лучше будете ориентироваться, лучше чувствовать вот эти замуты, как ваш ум выбивает вас из колеи, как вы из настоящего выпадаете, где-то зависаете в прошлом, в будущем, да, или следуете за людьми вне собственных желаний, да, то есть вот все является как бы способом прихода к себе, вот, и соответственно, вот этот вот микс, да, моих каких-то вот и психологических образований, и практик осознанности, да, и такая способность быть с вами, быть в контакте, реагировать, вот, она поможет вам пройти процесс, вот, поэтому, если хотите работать, ну, сайт Вишняков Андрея, или, там, страничка на фейсбуке, окей, меня можете найти, сейчас я еще делаю канал на ютубе, давайте, с вами был Андрей.